всем привет друзья вы на канале лайк не мир меня зовут андрей и сегодня будет небольшое но очень полезное видео про то как переехать жить за границу все дело в том что нам поступает много вопросов от наших подписчиков различного характера и большинство из них касается как раз таки моментов переезда за границу в частности во вьетнам те советы которые сегодня мы будем давать это будут простые советы всего лишь пять шагов но они подходят под любую страну то есть они универсальны за пример мы возьмем вьетнам но распространяются на абсолютно любую страну и перед тем как начать видео я хотел бы рассказать вам немножко про новый выпуск экспаты который вышел на нашем канале совсем недавно это интересное видео интересная история двух молодых людей которые познакомились тут во вьетнаме родили двух малышей и 3 ждут совсем скоро также у них есть большая собака которую они завели также во вьетнаме это ротвеллер породистый красивый огромный он тоже будет сниматься в этом видео это интересный выпуск полный полезной информации поэтому обязательно зайдите к нам на канал ссылка будет здесь и посмотрите это видео давайте коротко о тех вопросах которые будут подниматься в нашем новом видео про экспатов первый вопрос и очень важный и самый практически главное это как решиться на первый шаг и переехать жить в другую страну второй вопрос который немаловажен и будет также подниматься и широко раскрываться в этом видео это как найти работу в чужой стране какие должности востребованы какие предлагаются условия оплаты труда и другие вопросы связанные с работой также в этом видео мы расскажем про роды в чужой стране во вьетнаме наши герои как я уже в принципе говорил родили двух детей здесь во вьетнаме мы расскажем про то как это происходит сколько это примерно стоит и как проходят также расскажем про детские сады сколько стоит детский сад во ведь нами какие они тут бывают наши герои дадут практические советы по переезду за границы на что стоит обратить внимание чего стоит опасаться а чего бояться как раз таки не стоит обязательно посмотрите это видео ссылка будет внизу в описании а теперь давайте перейдем уже к практическим советам по переезду за границу еще один важный момент который совсем забыл упомянуть который будет также раскрываться видео про экспатов это как организовать свой собственный бизнес чужой стране во вьетнаме и так давайте о том как переехать жить в другую страну разберем на примере вьетнама и многие из вас кто не знают кто я такой наверняка спросят ты кто такой вася почему ты мне рассказываешь как переехать в другую страну но вы не обязательно с таким акцентом это можете сказать кто ты такой что учишь нас переезжать за границу все дело в том что мы сами живем во вьетнаме уже полтора года мы ведем свой youtube канал и у нас уже пять выпусков про экспатов про тех людей которые переезжают жить за границу в частности во вьетнам и на основе этих историй и на основе своей истории пусть небольшой которая всего лишь длится полтора года мы уже можем делать некоторые выводы и так сказать раздавать советы о том как переехать за границу итак давайте начнем всего будет пять шагов первый самый шаг который должен стоять в основе переезда за границу он не будет ходить в эти пять он так сказать шаг предыстория это как бы банально не звучало нужно захотеть переехать жить в другую страну и это должно быть искреннее желание это не должно быть что вы проснулись утром 1 января после сильной пьянки умираете лежите со стаканом воды и все надо что-то в жизни менять я переезжаю жить другую страну это не должно быть так такие решения которые возникают у вас голове моментально что вы вдруг решили переехать собирать чемодан и сразу отметайте вы должны с этой мыслью о переезде пожить какое-то время вас должно выбесить то что происходит вокруг вас вас должно вытащить от той реальности которая вокруг вас серые коробки серые улицы унылые люди это все должно уже где-то сидеть в печенках вы должны искренне захотеть уехать жить другую страну только так это получится вы должны пожить с этой мыслью какое-то время месяц два год и только после этого уже переходить к пяти шагам которые дальше мы будем озвучивать итак первый шаг вам необходимо определиться с той страной в которую вы хотите переехать почему это очень важно все страны разные и по экономическим составляющим и по климатическим составляющим пожалуй климатической составляющей она одна из самых важных вам нужно четко понять в какой стране вы хотите жить это будет страна с вечным летом или это будет страна со сменой времен года то есть если вы рассматриваете страну с вечным летом то это конечно азия это возможно вьетнам это возможно малайзия возможно другие страны филиппины то есть те страны в которых лето круглый год если же вам все-таки необходимо чтобы времена года менялись но при этом чтобы не было агрессивной зимы и морозной которая длится у нас часто очень по 8 9 месяцев то наверное стоит рассмотреть какие-то страны как греция кипр турция что-то находящиеся не очень далеко на юге и так сказать не очень близко к северу и это очень важно потому что когда вы переезжаете в страну с вечным летом например то в летний сезон как сейчас сейчас июнь уже подходит становится очень жарко и практически невыносимо если у вас не получается например на лето уехать к себе в страну да так многие делают когда живут за границей на лето уезжать в свои страны там россию украину беларусь то конечно летом будет очень тяжело поэтому обязательно изучите климатические зоны где находятся страны и обязательно изучить экономические показатели потому что во многих странах экономические показатели к сожалению находится на очень низком уровне и местные жители местное население зарабатывают очень мало денег, а приезжий человек, как вы понимаете, он никогда не будет в приоритете, если вы не крутой специалист, поэтому вы также будете зарабатывать очень мало. Это очень важный момент и первым делом необходимо выбрать страну. После того, как вы определились со страной, в которую вы хотите переезжать, переходим ко второму шагу, который не менее важен и который также является основополагающим при переезде в чужую страну на ПМЖ. Вам необходимо изучить страну. Это логично, это вытекает из первого шага и что я подразумеваю под изучением страны? Вы должны полностью в эту страну погрузиться, желательно приехать в страну пожить какое-то время, возможно на месяц, возможно на два, то есть не принимать решение о переезде до того, как вы в стране не были и до того, как вы ее не изучили. Если у вас нет возможности приехать в страну на месяц, на два пожить, то изучайте страну другими методами. Метод, который я бы порекомендовал вам использовать, это смотреть блогеров, которые живут в этой стране. Да, это может звучать банально, это может звучать как-то странно изучать страну по блогерам, но это на самом деле работает. Вам необходимо найти тех блогеров, которые прямо сейчас живут в стране, в которую вы хотите переехать. Эти блогеры должны находиться там постоянно, должны жить в этой стране и полностью ее изучать, погружать в вас и рассказывать вам. Если вы находите кого-то, кто из этой страны уже уехал, то возможно люди не обладают информацией актуальной на сегодняшний день и их слушать, ну я бы не советовал. Я бы рекомендовал все-таки найти тех людей, которые живут именно в стране. Задалбывайте их, пишите им постоянно, спрашивайте что-то. Если вас что-то интересует, если блогеры не сильно раскручены, если немного подписчиков, то они скорее всего будут охотно отвечать на ваши вопросы. Пишите им и на ютубе в комментариях, пишите им в телеграм, пишите им в контакте, во всех возможных, в инстаграме, во всех возможных источниках пишите, задавайте вопросы. Да, возможно они на ваши вопросы на все отвечать не будут, но таким образом у них будут формироваться новые идеи к съемкам и возможно в новых выпусках они будут рассказывать именно те вопросы, которые вас интересуют об этой стране. В частности, также это работает с нами. Многие наши подписчики задают вопросы, мы не на все вопросы отвечаем, потому что физически не хватает сил, но по накоплению каких-то вопросов мы записываем видео. Такое же видео, как вы смотрите сегодня, как переехать в другую страну. Также я бы рекомендовал вам найти телеграм-каналы. Телеграм-каналы это такие группы, сообщества, мессенджеры телеграм. Если у вас его еще нет на телефоне, то обязательно скачайте и прямо в телеграме вы заходите в поиски, пишите название любой страны, в какую вы хотите переехать, Турция, Испания, Италия, без разницы, Вьетнам. Пишите, у вас выходит сообщество телеграм-каналы, телеграм-чаты, вы заходите на канал, либо в чат и общаетесь с людьми, которые непосредственно сейчас живут в этой стране. Допустим, вы определились с той страной, в которой вы хотите переезжать, вы определились даже уже с городом, в который вы переезжаете, изучили страну, и вы уже готовы сделать свой первый шаг и отправиться в новую жизнь. Важный момент, важный совет, который дают все наши экспаты во всех наших пяти выпусках, которые мы снимали, и этот совет также даем мы, не сжигайте мосты, запомните, не сжигайте мосты ни в коем случае. Если вы уезжаете из своей страны, если вы работаете на какой-то работе, не надо оттуда увольняться, сначала возьмите отпуск. В частности, в нашем последнем видео так наша героиня Екатерина и сделала. Она написала заявление на работе, взяла отпуск на два месяца и сказала своему работодателю так. Если я через два месяца не возвращаюсь, вот заявление, подписывайте, я уволена. Если я вернусь раньше двух месяцев, то продолжим работу, и все будет хорошо. Хорошо, Екатерина не вернулась, она осталась жить здесь, во Вьетнаме, опять же, вы увидите в нашем новом видео. И мы советуем вам поступать именно так же. Не сжигайте мосты, уезжая, возьмите отпуск. Если у вас есть какая-то недвижимость, не надо ее продавать. Блин, не продавайте квартиру, не езжайте с этими деньгами в какую-то другую страну. У вас оттоварят, здесь где-нибудь облапошат, вообще без всего останетесь. Если у вас есть квартира, есть какая-то недвижимость, сдавайте ее в аренду. Если у вас остается там, где-то в вашей стране автомобиль, оставьте документы на этот автомобиль своим родственникам, чтобы в случае чего они смогли его быстро продать и вам прислать деньги. То есть оставляйте себе отходные пути. Это очень важно, и этот совет поможет вам, поможет вам сделать свою жизнь в чужой стране намного комфортнее и лучше. Следующий очень важный совет, который мы хотим дать, это, возможно, прозвучит банально, но это подушка безопасности. Уезжая в другую страну, не делайте этого со 100 долларами в кармане. Езжайте в другую страну с подушкой безопасности, деньги желательные. Не везти с собой наличка, как это сделал наш первый экспат, Вова Марка, в нашем первом видео про экспатов. Он приехал сюда, привез с собой 7000 долларов и каждый день ходил за них тряса, что его где-то ограбят, и деньги все у него украдут. И такая ситуация здесь на самом деле часто бывает. Поэтому, когда вы уезжаете в другую страну, во-первых, у вас должны быть какие-то накопления. На случай, если что-то произойдет, а произойти может что угодно. Это чужая страна, здесь другие законы, здесь может быть что угодно. Какие-то люди вам попадутся, которые вас где-то облапошат, обдурят. Бывает всякое. Имейте подушку безопасности, обязательно деньги храните на сберегательных счетах, на картах. И желательно разбивайте эти деньги на несколько карт, на несколько счетов, на несколько банков. Потому что бывает такое, что банки закрываются. Если вы храните деньги, например, в каком-то небольшом банке, всю вашу сумму, все ваши накопления, и что-то произошло в этом банке, он закрылся, может быть что угодно. В наше время ничему не удивляешься, то вы просто все потеряете. Поэтому раскидайте на несколько счетов и имейте с собой несколько карт. 4-5, без разницы. И желательно с собой еще иметь кредитку. Обязательно перед отъездом оформите кредитку. Дай бог, чтобы ей не пришлось здесь пользоваться. Но если она будет, это будет также ваша подушка безопасности. Ну и крайний совет, что касается именно переезда и устройства своей жизни на первых порах в чужой стране. Приезжая в страну, ни в коем случае, первое, не влезайте ни в какие авантюры. А авантюр будет много, поверьте мне. Как только люди узнают, что вы приехали сюда на ПМЖ, к вам начнут подтягиваться всякие нежелательные криминальные элементы, которые будут вам предлагать влезть в различные авантюры. Ни в коем случае не влезайте в авантюры. Их будет предлагать очень много. Все делайте обдуманно и каждый свой шаг. Ну, я бы порекомендовал обсуждать. Обсуждать с родными, близкими, да, потому что всегда две-три головы лучше, чем одна. И самое важное и крайнее для того, чтобы в новой стране закрепиться, поживите здесь какое-то время. Если вы хотите, предположим, организовать какой-то бизнес, да, вы приехали с бизнес-идеей, там, открыть закусочную, открыть салон красоты, неважно, не имеет значения, поживите в этой стране сначала, изучите ее законы внутри страны, посмотрите, как работают другие бизнесы, устроитесь на работу в такой же салон красоты или в такую же закусочную, поработайте там месяц-два, посмотрите, как этот бизнес работает изнутри, как он работает изнутри в этой стране. И только после этого начинайте свои шаги по организации бизнеса. Если же вы приезжаете в страну и хотите здесь работать, так сказать, по найму, то, соответственно, устраивайтесь на работу и потихонечку работайте. Как только на одном месте закрепились, на одном месте поработали, если что-то не устраивает, ищите новую работу, ищите новую работу. Постепенно у вас будет формироваться понимание того места, где вы хотите работать, зарабатывайте, где вам будет комфортно. И через три месяца в новой стране вы уже примерно поймете, хотите вы здесь остаться или нет. Все наши экспаты как один и также мы, люди, которые переехали во Вьетнам и живем здесь уже полтора года, мы можем сказать смело, что три месяца достаточно, чтобы понять, хочешь ты остаться в этой стране или это не твое. Такие вот пять шагов. Я надеюсь, что это было полезно. Если было полезно, ставьте палец вверх, напишите комментарий. Если вы хотите видеть подобные видео в будущем по практическим советам о переезде, об устройстве быта в другой стране, за границей, то напишите об этом в комментариях, и мы будем делать такие видео в будущем. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!